друзья какой сегодня день давайте все вместе день воскресный день чудесный я всех рад вас приветствовать на канале сегодня у нас будет ну просто шикарный выпуск какие еще я снимаю ребята мы снимаем сюжеты на разные темы но сегодня я с вами хочу снять ролик про наш дом как вы знаете мы его уже давненько купили тем не менее с регулярной периодичностью выходит про него выпуски где я с вами делюсь наблюдениями более того мы вырыли яму вот такую для чего зачем сегодня все узнаете покажу вам косяки с которыми мы столкнулись именно в деталях это просто вот такой сюжет по своей информационной ценности короче не размазывая кашу по тарелке мы начинаем прямо сейчас но в этом ролике будет изумительный спонсор для всех предпринимателей и тех кто занимается бизнесом пойдемте начнем с самой интересной детали я благодарен господу богу за то что имею возможность говорить ровно то что вижу что думаю об этом сегодня в ролике я еще не расскажу вот смотрите зачастую люди когда покупают что-то они какие-то косяки бывают хотят припрятать мы же готовы показать все в открытую когда мы снимали одну из серий про наш дом кто-то в комментариях написал если этот кто-то вспомнит себя мы передаем тебе большой привет и говорим тебе пламенное спасибо хотя изначально с мнением человека мы не согласились подходим ближе вот обратите внимание вот на эту часть назовем его выхлопная труба для газа то есть идет сюда выброс сейчас лето тепло пар никакой естественно не видно но зимой естественно все дела парит и тогда человек написал что труба у вас слишком близко расположена то есть надо дальше я дома выносить мы сначала подумали да какой-то откровенно бред но посмотрите сами да все так красивенько эстетично сделано а он будет подальше мол пар будет с ветром на дом попадать и это будет плохо прошла одна зима да все хорошо мы ничего не заметили но потом пришла следующая зима и она действительно оказалась холодной получалось так что в зимний период идет пар он прям действительно парит дует ветер он загоняет этот пар на дом здесь получается вот такое пятно влажное а он так и сказал стена мокрая будет и самое интересное кроется в деталях вот посмотрите что делает влага с нашим домом и с вашим будет делать кирпич здесь полый соответственно туда нагоняется влага там она застывает превращается в лед и потом херакс и вот это вот отваливается падает и соответственно если не предпринимать меры вот этот весь круг из года в год из года в год будет просто напросто разваливаться значит как решить проблему элементарно теперь у нас есть летний вариант трубы есть зимний который подальше от дома он смотрится не так эстетично как вот это но тем не менее он защищает чтобы когда ветер дул он не нагонял его на стену в продолжение прям живой пример на соседском доме вот у него труба направлена вверх выходит и видите она тоже разрушена и это как раз все именно по такой же причине как это было сделано и у нас поэтому имейте ввиду казалось бы все сделано правильно а вот время показывает что есть косяк вот здесь у нас шов очень глубокий а вот здесь это делали мы уже пристроечку вот эту он не такой глубокий но разница буквально там два ну максимум три миллиметра и вот это вот уже действительно правильно здесь плохо потому что вот по такому же принципу если будет попадать влага кристаллизоваться короче вот это может тоже дело разрушаться поэтому когда вы будете покупать или строить дом обращать на это внимание значит отдельно хочу обратиться ко всем строителям прорабом профессионалам друзья мы делимся нашим опытом если я где-то не прав культурно поправьте подскажите самое главное по существу чтобы люди читая ваши комментарии понимали что вот так действительно правильно в общем дайте дельный совет мы же поняли одну что с трубой вопрос надо решать и вот с этими швами в дальнейшем тоже едем дальше брусчатка вот эта брусчатка все что видите по плитке она у нас с подогревом и многие спрашивали ну нахрена же вы сделали вы хоть раз ты и пользовались ответ да и на самом деле я специально даже спросил отца ты жалеешь то что мы ее сделали с подогревом или нет ответ естественно он не жалеет и более того пока мы пожили в доме вот эти несколько зим он понял что на самом деле нужно было в первую очередь даже не здесь например подогревать а парковочную зону значит напоминаю что вот это вот никакая там не тротуарная зона это парковочная зона здесь кроме вот этих домов никого больше нету там в конце тупик и все смотрите вот парковка вам живой пример вот если бы здесь вы еще кинули на 1 место там допустим два места включил кнопочку пункт а загорелся у тебя подогрев идет одной зоны пункт б подогрев другой зоны и самое главное что сейчас этой технологии умный дом все с телефона можно делать ты натыкал приехал спокойно у тебя место расчищать ничего не нужно я спрашивал на предмет того они получится ли так что постоянно снег тает и все здесь в воде говорят что нет вот эта брусчатка у нас разделена на 5 секций то бишь у нас есть можно сказать 5 включателей включаем одна полоса греется 2 включаем 2 3 ну и так далее в зимний период естественно когда сыпал снег а эта зима и предыдущие были прям такие довольно таки обильные и насыщенные по снегу ну конечно мы не включали потому что смысл топить снег вот к приходит весна когда уже все вроде бы растаяло ты включаешь раз у тебя здесь сухо поэтому не скользко здесь мы сами передвигаемся мама у нас выходит собак корень поэтому это сделано исключительно для нашего комфорта внимание хочешь включил не хочешь не включил с точки зрения исполнения от этой брусчатки вопросов к ней никаких нету все сделано качественно под низом идет дренажная система общем про это мы рассказывали уже поэтому повторяться не буду важно важно что сегодня оператор у меня отец и вот он мне подсказку говорит ты напомни людям что совокупности когда мы делали подогрев теплого пола в доме что вот этот участок непосредственно да вот все что вы видите плиткой нам обошелся в 70 тысяч рублей под ключ это подогрев плюс навесное которое нужно все ребята 70 тысяч а теперь думайте для своего дома много это или мало с учетом того что вы сами можете его контролировать а у меня есть шикарная информация которая будет полезна абсолютно для каждого предпринимателя или человека который занимается бизнесом вот ни для кого не секрет что бухгалтерия напрямую связана с развитием и безопасностью бизнеса для получения например банковского кредита на развитие предприятия вам потребуется максимально доступный и прозрачный учет и это трудоемкий процесс занимающий не один отчетный период и вот прямо сейчас я вас познакомлю с компанией макэксперт который на протяжении 10 лет успешно помогает в этом предпринимателям нашей страны запомните макэксперт это первый в россии бухгалтерский конвейер на аутсорсе это крепкая и надежная компания и самое главное человека независимая аутсорс бухгалтерия если кто-то не в курсе большинство предпринимателей весь свой бизнес строят в кредит и учитывая повышенный спрос на бизнес кредитования в компании функционирует отдельный департамент где клиента мака подготовит все необходимые документы для банка а высококвалифицированные сотрудники шести департаментов ведут бухгалтерию разных масштабов отраслей и всех форм собственности и вы думаетесь у них высокая производительность достигается за счет разделения труда каждый сотрудник макэксперт выполняет ровно одну небольшую операцию но в силу того что он делает одну задачу он знает досконально от и до и все ошибки сведены к нулю и при этом безопасность клиента у ребят застрахована на 5 миллионов рублей и спешу напомнить абсолютно всем предпринимателям и бизнесменам что мака эксперт внезапно не исчезнет как бухгалтер фрилансер он не заболеет внезапно он не уйдет в тот же самый декрет макэксперт бесперебойно выполняет свою задачу круглогодичный бухгалтерский и налоговый учет все бухгалтерские и около бухгалтерские задачи даже сложные и нестандартные вроде разблокировки счета или законной внимание законной от срочки налогов и возникает вопрос сколько же стоит такая услуга всего лишь 2000 рублей в месяц и вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций на вас работает не один универсал а 6 специализированных департаментов именно поэтому ссылочка уже ждет вас в описании и в первом закрепленном комментарии переходите оставляйте заявку получайте полноценную консультацию и пользуйтесь профессиональными услугами в бухгалтерии от мака эксперт частенько все спорят ведь свой дом постоянно нужно куда-то деньги вкладывать вот друзья вчера приезжали та же самая история да ну вот мы в квартире сейчас ремонт сделаем и все будем жить а здесь вот к примеру и вот живой вам пример пандус он был сделан на скорую руку вот с досок понятно дело сейчас состояние его уже становится печально это абсолютно нормальное явление потому что было сделано недорого как вы видите у нас есть приятели наши два мишки 2 лабая назар и лейла но в простонародье прокурора судья напоминаю значит вот пандус решили мы этим летом его переделать длина у него 8000 на 5000 такие габариты нужна доска полимерная ну и собственно ограждение для чего потому что собаки к нам всегда любят прийти присел ты на качелька она к тебе приходит обниматься вот чай попить она такая ну какой чай давай с тобой просто пообнимаемся иногда это вызывает дискомфорт как хочешь просто расслабиться и и для того чтобы и собаку не обидеть и самому посидеть ну было принято решение что нужно сделать ограждение сокрасивая вот по типу того что мы сейчас вам показываем вот такое наше летнее кашпо задались вопросом сколько будет стоить нашли несколько компаний вот вам пожалуйста во первых сто вопросов а это как а это что а вот тут а вот там хотя мы показываем фотографию живую размеры говорим ребят предлагаете вы спицы одни назвали 250 тысяч под ключ другие назвали 400 тысяч третье короче так и не смогли посчитать что-то там считали 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 просто пропали отсюда вопрос опять же к вам если кто-то занимается давайте сделаем красиво доска ограждение небольшой какой-то правильный заборчик чтобы можно было сюда зайти все и будет шикарно но сам факт того что пожалуйста хочешь себе пандус с лесенкой ну вот там ориентир там 250 тысяч рублей как с куста будь добра дать поэтому почта на экране думайте от вас также друзья возможно у кого-то из вас дом дача пишите ваше предложение развернуто как бы вы обыграли эту зону потому что зачастую когда я читаю ваши комментарии реально толковые вещи за что вам спасибо действительно подсказывать прямо вот по существу та же самая труба вот сначала подумали то что человек какую-то ерунду нам пишет а сейчас батя говорит и обязательно ему скажи спасибо вот прям очень хороший совет и само собой ребята с подогревом это очень важно потому что у нас тут-то зона с подогревом а где пандус который ты пользуешься чаще всего зимой по-любому должна быть с подогревом поэтому надо предусмотреть как там правильно пустоты делаются в общем чтобы мы могли в процессе монтажа все это сразу дело сделать вот идите дальше знаете есть такая поговорка скупой платье дважды дурак трижды либо когда ты что-то сделал по незнанию вот пожалуйста первый год крыша поликарбонат навес да назовем все идеально 2 идеально на третий год пошел град кто ждал никто его не ждал он побил нам все и сейчас вот такая картина все почему недостаточной жесткости было поликарбонат они есть лучше соответственно подороже но сам факт того что изначально мы постелили бы максимально подходящий для улицы поликарбонат сейчас такого такого вопроса не было а сейчас происходит следующее что по-хорошему да нужно его демонтировать и монтирует но а это что а в первую очередь деньги либо пожалуйста ходи как бы не капает но вы понимаете что до поры до времени хорошая мысль приходит и после друзья есть различные способы защитить даже такой поликарбонат но это опять же денежка почему вот есть бронепленка который машины защищает кузова пожалуйста если бы мы этой пленкой закатали поликарбонат а у нас такая возможность то есть у нас производство наружной рекламы то с такой проблемой мы бы не столкнулись почему мы этого не сделали фиг его знает самое главное год прошел два прошел все было шикарно град буквально 30 минут сильный мощный град все все побил вот так вот поэтому когда будете делать вы поймите вы приходите в магазин иной раз люди не посоветов а столько деталей с одним только каким-то навесом можно отдельно снимать ролик там часовое где ты все в деталях покажешь как крепить как делать и какие могут быть моменты кто с этим может столкнуться одно дело ты живешь там где постоянно жарко там где постоянно холодно короче вы поняли имейте ввиду вот на это дело лучше обращать внимание чтобы два раза потом не оплачивать отмостка на самом деле у нас мощная хорошая шикарная отмостка но ребята мы вам показываем косяки с которыми мы столкнулись потому что их допустили наши строители знать что произошло вот эти места которые я вам показывал это зоны маяков когда их устанавливали их устанавливали на гипс гипс имеет свойство впитывать влагу соответственно все сделали он высох ну и в общем все это потрескалось внимание внимание потрескалось исключительно в тех местах где были маяки по-хорошему то есть все остальное там развалиться не должно рабочие приехали вернулись то сейчас сезон начался поэтому в этом году мы вот эти все недочеты так сказать как это брак заводской брак будем устранять и они нам все это дело поправят но имейте ввиду вот казалось бы мы например не знали а узнали ровно тогда когда оно начало местами осыпаться когда мы приезжаем кому-то снимать дома дачи я все время делаю акцент на водоотвод на ливневке вот ребята как мы сделали себе я уже конечно показывал на секс учат зап напомню уходит труба здесь это собирается скрытая установка по всему дому по всему периметру и вот здесь пожалуйста зона сбора здесь водичка собирается и дальше она уходит специально отведенное место вот так вот правильно соответственно ничего у нас под дом не утекает и такие как я сказал у нас везде потому что к некоторым приезжаешь у них вот прям чуть-чуть отходит от дома труба и все это льется прямо по дом то есть видно как вода уходит а это недопустимо друзья это очень плохо вода самый главный враг дома вот поэтому про это вам нужно не забывать когда вы выходите у себя на участок и видите что вода льется как минимум хотя бы удлините трубу чтобы подальше она уходила вам это скажет абсолютно любой строитель а не то чтобы там дядя дим мошков дядя дима ребят дядя дима ну что дальше мы переходим к нашей яме к нашей самой интересной и главной теме выпуска друзья у нас появилась шикарная яма габаритами 6 на 8 значит что мы хотим здесь сделать планы у нас ну просто грандиозные по деньгам мы сейчас считаем и понимаем то что план у нас действительно грандиозный но в любом случае рассказываю как есть здесь изначально в подвальном помещении должен быть хороший просторный погреб высота потолков вы вдумайтесь в этом погребе будет три метра ты спокойно заходишь как он будет выглядеть примерную визуализацию я вам вывожу на экран действительно уютно красиво и сделано грамотно с точки зрения вентиляции и так далее все мы хотим продумать поэтому кто делал кто строит то разбирается пишите давайте советы потому что как я сказал в начале ваши советы зачастую действительно очень хорошие соответственно таким образом у нас получится здесь большой погреб а уже над погребом будет идти банька банька самая натуральная и вот что самое интересное ребята я вам сейчас хочу сделать акцент на чуть-чуть другое вот обратите внимание . ноль знаете что здесь будет здесь пол и можно подумать сейчас чего как зачем вы посмотреть просто на дом я вам показано несколько кадров у нас как раз дом вот именно на этом уровне пол там-то и находится как это будет выглядеть я сейчас покажу еще интересный момент вот у нас здесь есть такой сигнальный пенек на который мы всех приводим и я вас привожу в том числе то бишь вот этот пенек это плюс-минус пол и соответственно когда ты на него встаешь ты зашел в баню и вот такой у тебя вид должен открываться понятно что с камеры тяжело передать в живую все смотрится совсем иначе но фишка заключается в том что ты пришел в баньку сел и у тебя открывается хороший вид туда на наш сад красота ну что еще нужно здесь есть ряд интересных моментов которых нужно поговорить детально рассказываю все по существу все как было вы знаете что мы давно поднимали тему про баню из года в год и каждый год постоянно дела в мире в мире становится все хуже и хуже и так можно бесконечно мечтать долго о том что когда-то станет лучше тебя появятся деньги можно будет начать строить решили начать от обратного уже вот вырыли подготовили сделали там первую заливку такую черновую начали писать люди сезон пошел что мол опа здравствуйте хотим заказать у вас рекламу стройки мы занимаемся строительством бань одним из таких человеков был сергей рассказываю ребята все как есть мы пока что ни о чем не договорились точки зрения того что не денег не есть него не брал не укид обязательства но тем не менее я вам рассказываю сергей занимается строительством непосредственно бань и срубов вот нечто подобное что вы видите за моей спиной здесь возникает вопрос сколько времени займет строитель такой бани примерно полтора два года пока сделаешь сруб пока он отлежится поставить чтобы он отстоялся только потом можно начать установку окон отделки короче это грубо говоря попариться можно будет концу следующего года зад вопрос что можно сделать быстрее глееный брус тут можно попробовать успеть зайти до конца года но это опять же все дерево дерево вроде бы с одной стороны это плюс какой ну для некоторых это такой некий свой какой-то не повысит условно фетиш что ты приходишь тебя банька природа все из бруса ты заходишь особенно по первоку там приятный запах мы же на самом деле в первую очередь хотели делать ее из камня почему надежно навсегда долгосрочно как бы в этом плане меньше геморроя есть прораб олег вот мы с ним так уже довольно таки долго общаемся я не спрашиваю за сколько ты по времени можешь построить баню будет полтора два месяца уже будет стоять дальше отделка и пожалуйста тобишь уже к этой осени к этой зиме можно заходить и париться ребята у меня все по-быстрому знакомьтесь или вспоминайте олег про олега я вам рассказывал в одном из выпусков про раб с десятилетним опытом с со строительным образованием что немаловажно и ты занимаешься профессиональной стройкой с олегом чтобы понимали у нас есть уже договоренность по съемке совместного сюжета абсолютно не коммерческого при олеге говорю никаких денег все не просили на предмет того что приехать и позадавать вопрос эти стандартные банальные с чего начинается стройка а почему надо класть так они вот так ну и так далее сейчас у тебя объект здесь неподалеку с олегом списались и гриолик заезжай смотри какая у нас шикарная яма при этом общаясь с тобой ты говоришь ты вот бани подобные деревянные не строишь олег первый вопрос вот мы сейчас стоим на распутье либо из камня либо из дерева твое мнение ну смотрите у меня у родителей тоже частный дом и у нас детства была баня была баня деревянная вот такого подобного типа я помню как там каждый год надо отец зачеканивала щели вот эти там паклей мохом хрень мохом я не знаю там чем только не за но это не запихивали гниет дерево сырость бани бешеная стопроцентная сырость вот ее надо ухаживать двери косяки перри там разбухают не разбухают плохо закрывается и я вот даже маленький был и думал нафиг эти проблемы с деревом вот это мучайся 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 дерево заходишь запах ты если не проветрил неделю туда дверь закрыл забыл проверить там запах гнили появляется конечно многие там банщики сейчас на меня летят на я скажу ты чё гонишь блин всегда всю жизнь на россия там парилась деревянных от этого сейчас пропагандируешь каменные но я вам скажу ребята вы сходите в каменные и или повладеете каменной баней и поймете что проблем намного меньше чем деревянный первый момент второй момент олег когда мы с тобой начали разговаривать на самом деле плюс-минус за площадь 6 на 8 48 ты назвал примерно два с половиной миллиона рублей собрать да с крыши все как положено остается только делать внутри отделку и ребята кто делают из дерева тоже плюс-минус назвали два с половиной миллиона рублей но там нужно сначала дерево нарубить по шопа но отлежалась потом собрать короче вот сейчас например июнь если они сейчас начали заниматься попариться я смогу сказать в следующем году осенью у него очень а под зиму ты говоришь у вас это получается не у вас вообще в целом если из камня собирать полтора два месяца плюс отделка вот на твой взгляд если допустим 1 июля так сказать старт дан работа пошла когда я уже могу зайти в баню если немаловажное финансирование позволяет она всегда идет исправно я думаю 1 сентября уже зайти можно реально это с учетом соблюдения всех технологий что не торопясь постепенно что тоже должно посохнуть если ты предоставляешь мне грамотный проект и не мы с тобой сегодня я хочу так завтра хочу так так не входит мне даешь конкретный проект я делаю просто все нотка в как говорится все и мне никто не тормозит и два месяца баня будешь заходи парси вот в два с пола миллиона может сказать что ваще в эти деньги входит чтобы человеку было понятно площадь у нас мы говори проговорили 50 квадратов одноэтажная сюда что входит фундамент стены кто крыша смотрите ходит фундамент керамический кирпич керамика утепленная и облицованный облицовочным кирпичом то есть вот как дом может сказать то же самое и кровля утепленная то есть вот так и в там частично какая-то отделка там камины не камины печки там но это там уже полки не лакшери за два с половиной миллиона но простая хорошая баня как говорится отношение цена-ка да 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 можно можно и за 30 миллионов на этом месте а есть можно за два с половиной миллиона ты сделаешь за два месяца они как ты за два года два года я уже перелюблю уже баню тоже верно тут такая жизнь что через два года может уже и не надо ничего это может не за все в целом отдельно это отделка внутри отдельно это уже хорошие там окна двери печки и так далее это естественно все ты платишь дальше 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 приходили некоторые компании также мол давайте прорекламируйте спрашиваю сколько у вас баня стоит 6 7 8 10 миллионов но там площадь будет 70-100 квадратов ну так это элитные премиальные баня опять же на картинках как сами знаете можно нарисовать все что угодно у нас цель на самом деле была простая сделать хорошую баню как раз для отдыха то есть вот я вам ввожу проект как она плюс-минус выглядит парильная зона выходишь у тебя купель идет санузел у тебя душевая кабина там же можно сделать ведерко выходишь у тебя большая комната отдыха она разделена по какому принципу что у тебя печка и там же будет камин то есть ты можешь прийти просто даже не париться но при разжечь камин посидеть отдохнуть планировали поставить по этой части как раз двери в пол панорамное окошко ну чтобы было больше света и вот здесь да где я хожу стою здесь должна быть терраса терраса на винтовых опорах на винтовых сваях то есть ты вышел все у тебя такой балкончик летний в этой зоне мы планировали поставить тандыр тандыр мангальчик для того чтобы под крышей спокойно в любое время дня и ночи ты можешь заниматься приготовлением за баней хранятся дрова с той стороны где вы сейчас видите коммуникации уже выводится там вход в подвал он же погреб ну и все пожалуйста полноценно пользуйся то есть в этом плане вот такой получается некий комплекс ну и конечно же нужно думать про пожаробезопасность посмотрите соседская баня из дерева наша потенциально может быть из дерева тут как бы большой вопрос что решать с техникой безопасности значит на сергея который занимает строительством бань я в любом случае оставлю контакт у кого какие-то вопросы есть звоните общайтесь напрямую думайте человек оперативно отвечал в этом плане я остался доволен пока что у нас вот стоит вопрос что лучше сделать именно поэтому я и снимаю ролик то вам показываю вы же наверняка дадите полезный дельный совет на олега на всякий случай точно также оставляю контакт хотите пишите звоните обращайтесь мы с ним как я сказал будем снимать отдельный сюжет поэтому можете писать ваши вопросы для прораба он уже готовит интересный материал где будет показывать как например людей дурят со строительными материалами короче ролик будет действительно интересный самое главное полезный и при этом мы задумывались блин ничего себе тут вид такой открывает за в живую совсем по-другому по картинкам но не передашь если сделать эксплуатируемую кровлю на которой ты выходишь ну круто ты кому-нибудь дел подобные есть какие тут плюсы и минусы этой кровли я вам скажу в люберцах делали мы баню и у него на эксплуатируемой кровли стоит бассейн еще вот такая тем делали конечно то есть сейчас в наше время даже я вам скажу вот буквально мне вчера проект мне много таких проект приходит без железных кровель но без классическую именно плоская кровля то есть сейчас уже люди умеют деньги считать место считать кровлю можно эксплуатировать это кровли не эксплуатирует только скинул там какие-то чё-то какие-то вещи которые никогда не залезли стоп больше когда эксплуатируемая кровля но это может тоже баловство ты там подходишь там что-то там кого-то заведешь а там тоже это баловство я думаю ну хозяин барин как говорится так ну что мне кажется пришло время сменить локацию кто подписан на канал и смотрит ролики про наш дом знает что у нас есть хозяйство которое началось буквально с 10 птиц 10 курочек запомнили цифру поехали я вам покажу во что наше хозяйство переросло сегодня мы сейчас с вами выходим вот вы вдумайтесь все начиналось с десяти курочек пойдем показывает во что все это дело переросло сейчас голубей разгоним разгоним сейчас все по живому покажу так вот у нас здесь во первых blade самый настоящий вот он blade вот ему ребрышку пожалуйста первый получил свою так в том году у нас были уточки муларды и были гуси у нас как бы они остались морозилки еще хранятся поэтому я в этом году не стала брать сделала упор на цесарок у нас очень хорошо пошли на еду цесарки поэтому сейчас мы покажем в этом году я взяла 45 штук цесарок все они выросли потом 16 июня будет три месяца но их уже пора пора на север отправлять как говорится да так вот они курочки вот они курочки наши сейчас а им вот тогда нате нате они уже сыты и они уже ели я их уже кормила водичку всем подливала те маленькие молотки 16 штук я взяла чтобы обновить стадо потому что куры когда проходят определенный период они уже меньше яйца несут поэтому они пойдут как говорится на север полетят а молотки уже останутся на первый взгляд просто может показаться то что ну было 10 стало 30 ну плюс-минус пойдем где у нас попрятались еще а вон еще посмотри кушечка сидит с цыплятами туда уселась а это да не паша это тоже падуанская курочка это для красоты для души она уже гуляет ходит с ними и в этом году мы взяли вот на пробу перепелок потому что я люблю перепелиные яйца прям сырые это бролерные техасский бролер они сидят все в клетке они так петя разыгрался они так и должны сидеть если их они так сидеть и не будут то они либо поубиваются они носятся как глупые вон уже вижу одного голова разбитая вот и они естественно будут вот еще уже к ночному сну готовят да и вон там молодки сели ночевать это вот те 16 которые на замену курам новые уже с цыпленком она 3 цыпленка у нее сейчас покажем который на мяско дим ты с этой стороны зайди на чем сейчас начнут орать стихи уже вот они ребята здесь это бролерная французская цесарка царская курица ребятская курица да я успела до санкций потому что я оплачивала их еще в декабре наверное ли в ноябре потом уже яйцо перестали завозить сюда на инкубацию на вывод вот поэтому в этом году успели взяли их здесь 45 штучек ручная курочка прям павлуша этого такие вот курочки у меня по дуанс это конечно они не на мясо они есут яичко но они больше для души они такие хорошенькие у них хохолок такой красивый хотя многие другие курочки есть обычно с хохолками вот ты скажи на сегодняшний день всего если сейчас всех пересчитывать начать сколько примерно 150 до и плюс что ты говорил то что я еще в этом еще я купила у подруги яйцо на инкубацию отдала своей знакомой вот бухгалтеру своему не из инкубатор и вот если они выведутся то еще 30 цыпляточек вы это вырастим петушков если они будут там петушков много то пойдут морозилку полетят а курочки останутся как на яичках вот так вот хозяйство перерастает но нет желание эту хрюшу завести есть желание хрюшу да и желание хрюшу есть желание овечек дофига желание честно еще желание было большое двух козочек камерунских потому что внучка ей было бы интересно эти козочки очень маленькие они где-то сантиметров 50 они очень красивые но интересно было бы ей тоже доить и с ними общаться они дед палитру молока дают молоко вкуснейшие пишут и запаха от них никакого нету не от молока не от козочек поэтому почему-то вот на животноводство желание очень большой раз начиналось то все с того что вот такой вот небольшой кузу куточек был да потом потом эту частью отдали огород ну что там свободно было чтобы они ходили гуляли в процессе рассказа будет всплывать моя почта с предложениями к вам вот друзья посмотрите вроде бы все шикарно калитка фуфил вполне возможно что вы занимаетесь у вас есть калитка красивая и можно как-то посотрудничать скидочка не скидочка как есть говорю почему зачем я буду врать посмотрите находимся мы московской области кашира вдруг есть что предложить для того чтобы здесь стояла шикарная ваша калитка пойдемте 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 потому что еще есть чего вам рассказать и показать наш дом расположен рядом с оврагом в этом есть свои плюсы что никто не пристроится в этом есть свои минусы так например вот этот овраг мы прилегающую территорию мы ее облагоустроили вот многие писали почему у вас на территории дома нету ни одного посаждения одно дерево стоит и все почему у вас так пусто ребята того же во первых у нас есть собаки во вторых сделать кранцы красивый ландшафт это тоже нужно время и деньги у нас баня в процессе если тут сейчас что-то посадить или сделать тот же самый газон и вы как все представляете техника рабочая заезжает и все финиш газона вашего нету поэтому учитывайте это чтобы не получилось так что вы у себя на участке понасудите а потом захотите что-то построить выяснить что получается машиночка строительная не проедет овраг мы в этом году усилили вот здесь по периметру так вот был были прорыты траншеи пущена арматура пробита это эти балконы у нас есть удерживающие которые выглядят как грядочки но они удерживающие ровно для того чтобы грунт никуда не уходил балкончики эти уже все затянуты так что никто никуда не денется никакой оползень не страшен посмотрите картиночка какая-то сказка а не картиночка ты вышел у тебя здесь растет смородина зелень у нас есть все погулять пройтись с чайком огурчик скоро будет готовый сорвал его погрыз вот прийти например в разных местах там со стульчиком или даже просто возле грядочки присесть побалдеть на солнышке в тишине ну разве нет ну разве нет это вот самый как и как раз вот зелень все то что вы хотели ну а по этой части как видите дополнительные клумбы появились в первую очередь у нас где-то местами раньше росли цветы в этом году предпочтение больше отдали под овощи фрукты вот в той нижней части у нас растут тыквы арбузиков немножко и дынь на пробу посадили вырастет вырастет попытка не пытка надо же пробовать а вот эта вот часть у нас пока не доделана она будет с таким скосом и я хочу туда какой-нибудь им но многолетники посадить которые цветущие маргаритки вот такого вот типа когда уже доделается потом и засадим и будет такой вот просто цветущий берег вот где у меня место есть а везде сажи у меня все натыкано поэтому когда люди пишут комментариях что дима мне не помогает на огороде ли еще кто то я хочу вам сказать что я на свой огород никого не пускаю даже мне не надо мне дима предлагает какого-то помощника он не наймет ни никого не надо это огород это мое царство я здесь занимаюсь лично сама у меня на каждом уголке посажены кто-то если что-то мне куда-то наступит это кранты вот эту вот часть оврага ту часть я всю как бы раскорчевывала сама под лопату почему раскорчевывала потому что вы видите прекрасно что земля здесь глина здесь ничего не растет здесь даже трава росла как бы такая однообразная сока разнотравья не было поэтому я вот эту всю часть года за два на один штык выкапывала все и вот сюда в овраг все вы это засыпала новую землю сюда навоз то есть теперь здесь просто работать ну давай проходи поэтому теперь здесь работать просто шикарно да вот вы видите сырники для меня конечно это недопустимо но все это дергается теперь очень легко так ко мне и штучка поддеваешь и и дергаешь работать землей но приятно стало и вот у меня в этом году оставался вот этот вот кусочек который был не выкорчеванный вот я на него потратила полтора часа на штык тоже землю всю снимала здесь была трава не пойми какая на штык все сняла потом мы сюда насыпали песка тележки на две или три такой садовый и тележек 5 чернозема вот я посадил такие многолетники невысокие почвопокровные подсыпали торфиком надеемся они разрастутся и будет очень красиво вообще вот эта вся часть планировалась для красоты здесь должны быть розы цветы такая красота во первых у нас тут попадает сюда все в шоке что такая красота если показать фотографию какой был овраг и что с ним стало конечно это небо и земля здесь зона вам знакома потому что про нее мы уже снимали показывали пройдемся вместе с вами там у нас зона отдыха и самое главное знаете даже меня иной раз удивляют люди которые живут в кашире я говорю нам от дома вот от этого до дома в москве 60 минут ехать вот не в пятницу не тогда когда какие-то бесконечные пробки когда можно простоять там три четыре пять часов я спокойном формате во вторник утром выехал 60 минут я здесь при этом я не несся 200 я ехал ну 120-130 доехали все без проблем а некоторые говорят ехать два часа ехать два с половиной часа на поезде на электричке ехать что-то минут полтора часа до центра москвы до павелецк ну там плюс-минус можно экспрессом долететь как вам вот эта вещь кстати болю давали и тогда по бартеру на рекламу мы остались довольны с учетом того что он стоит на улице постоянно уже там два уже даже третий год можете посмотреть единственно вот вот эту часть усилили потому что в силу ветра его естественно раскачивают он уходит ну вот для наших нужд подходит более чем еще решили специально высчитать среднегодовую цифру по содержанию домов которые входят отопление вода канализация в общем все то что нужно это сумма 30 рублей за один квадратный метр теперь начинаем считать у нас дом сто восемьдесят восемь квадратов если прям быть цифра в цифру сто восемьдесят восемь я умножаю на 30 это получается пять тысяч шестьсот сорок рублей средняя ребята внимание средняя погоду о чем это говорит что зимой цифра в холодный месяц может быть десять тысяч рублей а летом когда стоит жара 3000 рублей но средняя в год вот конкретно на наш дом по текущим расходам это 30 рублей за один квадратный метр от этой цифры считаете если бы у вас дом был бы 100 квадратов это три тысячи рублей 1000 квадратов это 30 тысяч рублей я думаю такая простая занимательная математика вам всем полезно и интересно те кто скажут это неправда и так далее друзья никому никто ничего доказывать не собирается с точки зрения отопления вот допустим зима была сильно морозная вопросов вообще нету всегда тепло у нас напоминают центральная канализация нет никогда никаких вопросов с водой открыл горячую пошла сразу горячая открыл холодную пошла холодно а то в некоторых квартирах бывает открываешь горячую и надо еще подождать пока горячая вода дойдет в общем здесь индивидуально но нам отчасти повезло но мы знали с чем мы покупаем дом что здесь подведены центральной коммуникации короче ролики у меня получаются позитивные но я от себя скажу что расходов огромное количество и на самом деле не все так сладко и гладко как может показаться работать приходится по полной программе ребята тем более вы сами прекрасно знаете что сейчас там блогером где-то подрезали монетизацию с машинами нас хуже становится стране но крутимся вертимся не плачем все те косяки которые там появляются с домом в открытую вам показу чтобы вы учились на чужих ошибках поэтому за это как минимум кидайте смело лайк никого ни к чему не призываю но задача показать вам вот быть в своем загородном доме желание бешеное имею трудиться просыпаться утром вставать идти снимать хорошие сюжеты размещать рекламу с превеликим удовольствием спонсор выпуска ждет вас по ссылочке в описании про это не забывайте ну а вам я надеюсь что донес немножко позитива настроя для того чтобы вы точно также трудились сделали вашу жизнь ярче и интереснее ведь когда идет строительство значит жизнь кипит и бьет ключом я надеюсь что этот сюжет вам был интересен вы узнали для себя что-то новое обратили внимание на какие-то детали поэтому пишите ваши комментарии буду рад почитать все ваши советы по существу основную задачу этого ролика основной мысль я вам донес показал какие у нас происходят изменения поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки дальше будет больше интересных роликов на разные темы до новых встреч всем пока пока